Горный парк Рускеала, водопад Кивач и сказочная мельница Сампа. Изображения воспитанников детского сада номер 23 выполнены весьма условно, но ценность этих работ не в художественном мастерстве или реалистичности. Участники акции «Привет из Карелии» шлют лучи добра военнослужащим, находящимся в зоне ведения специальной военной операции. Карелия всегда издревле считалась местом силы, и мы с ребятами, это школьники и дошкольники, участники акции, мы решили передать часть этой силы и часть тепла Карелии нашим бойцам. Ну и к тому же, я надеюсь, что наши сувениры, наши рисунки, открытки попадут и к военнослужащим из других регионов, и таким образом мы тоже им передаем привет и ждем у Кости, как только появится такая возможность. Шестилетняя Ника, автор рисунка «Парусики на Онега», подошла к заданию ответственно. Помогала другим и разминала руки. Не только юные посланники добра приняли участие в мероприятии. В 36-й школе прошла встреча между старшеклассниками и Карельским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Представители братства рассказали о своей деятельности, поддержке семей погибших, инвалидов и ветеранов в локальных конфликтов. Как отметил председатель Карельского отделения организации Анатолий Рождествен, вступить в «Боевое братство» может любой гражданин России, достигший совершеннолетия. Встреча закончилась совместным подписанием открыток с пожеланием бойцам СВО. Они считают это самое важное, это самое теплое. Они видят в нем, прежде всего, поддержку всего нашего народа, наших детей, наших родителей, родных и близких. Рисунки и открытки с приветами с Карелии будут доставлены с очередным гуманитарным грузом. Сергей Адлер, Алексей Локтев, Служба новостей.